Фокус против Элеганты Узнаем совсем-совсем скоро Так, на всякий случай Я сейчас уберу еще раз браузер Проверю Ага, вот так вот мы эту штуку поставим И последнее, что бы я хотел сделать Это запустить варран Оп, все, поехали Учитывая то, что у нас демка Можем, в общем-то, более-менее спокойно промотать Не очень интересное начало Когда идет базовое расстройство Вот, пока не вышли герои Turtle Rock, карта тоже классическая Интересная Главное потом Убрать руку с плюсика и минусика Чтобы была только первая Скорость Demon Hunter Blade Master Пошла разведка Здесь стандартный криппинг с АО Так, ну, пожалуй, можно начать уже с первой скорости Нечего лишать удовольствия От просмотра Девайс Девайс Сразу Слиперсов Агилити Сходу Очень везет, можно сказать Димке Блэйдмастер в это время Бежит продавать ТП, покупать серклетку Видит это дело Димка Что он делает? Ничего себе Как резвый Зашел в магазин Довольно агрессивный А, нет, вот, смотрите Гранд отвлекает Типа, делает вид Как будто Там, Блэйдмастер в инвизи Вот-вот выскочит А Блэйд на самом деле Просто Понял, что Лучше не бежать К эльфу на базу Лучше это время использовать Для Собственного криппинга И получилось Он выбил девайс У него появляется Второй венец Благородство Хорошо Сейчас только Единственное На звук Да, со звуком Должно быть все ок Ничего не менялось Так Никер неожиданно Появился Сразу же Он как только Варкрафт начинается Сразу появляется Никер рядышком У него какая-то Обилка, видимо, есть Особая И финал тоже смотрел Так, а что дальше Вот интересно Виспы, во-первых Развешены В ключевых проходах То есть Хотя вот этот Странный, конечно Висп Он скорее просто Для того, чтобы По необходимости Зайти на вражескую базу Там с персональным Телепортом Или для разведки Ждет сапоги Димон Хантера Очевидно А в это время Блэйдмастер Выбивает еще Один девайс Это третья Сироклетка Плюс 6 Ко всем атрибутам Теперь у него Отличное подспорье И по демиджу И по хп И манки стало больше Так Ох Светанули Арчу Димка тоже В ответ Светанул Видимо для того Чтобы увидеть Есть ли Есть ли Блэйдмастер Или нет Но Смерть неминуема Встретил Третий Грант Арчу И просто С одного удара Интересная застройка У него такая Два Два Мунвела Два Мунвела Алтарь Видимо для того Чтобы Побольше места Отгородить Внутри Базы Для Ancient of Wind Очевидно А тут Блэйд Выбивает Себе Что это Что он Выбил Интересно Ну видимо Продал Кольцо Какое-нибудь Не спит ли Там Огру На девайсе Нет 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 Кажется Это было Колечко Потому что Другие Артефакты Не продают Даже если Там были Вторые Сапоги Даже если Там были Вторые Сапоги Он бы Сохранил Для второго Героя Так Что у нас По герою По второму Бестмастер Как и следовало Ожидать Пара Ancient of Wind Скорее всего Хотя Может быть Ancient of Wind Играет на Т3 Как вариант Если он прям Целенаправленно Идет в Т3 В циклон В циклон Быстрый То Часто Играет А вообще Сразу Быстро Грает На Т3 Без Ancient of Wind Любопытно Купил Став И Димка У Фокуса Как мы видим Т2 Там Кабанчик Харасит Немножко Одного Гранта И Таурен Вторым Героем Кабана Конечно Хочется Подрезать Потому что Экспа В конце Концов Рядом Очень рядом Находятся Эльфийские Герои Но решили Не забегать Потому что Ну Т2 Задание Уже Готовы Он Скорее Просто Просто Ищет Он какой-то Потерянный В плане Тайм Или Будешь Убивать Будет Убивать Смотрите Он будет Выбивать Девайс Я думал Он сначала Ну я Поначалу Подумал Что он Ищет Просто Там Таурена Какого-нибудь На самом деле Он что Творит Но Блэйдмастер Уже Рядышком Сейчас Будет Удар Из Виндвока И Оп И Девайс Стырил Посмотрите Вся Экспа Золото Еще Димки Крит Настой Криты Его Добивают Вот это Момент Такой Крит Неожиданный Вылетел На Сатэн Да Покрипился Называется Мойска Вступили В бой Плохое Начало Очень Плохое Начало У Элегантов И В это Время Параллельно Таурен Крипит Магазин То есть Он Здесь Получил Хороший Такой Плюс И при этом Еще Таурена Прокачал По крайней Мере До Второго Левела Здорово Так Сейчас Поросенок Тут Ходит Поросенка Направляют Как раз На Точки Возможного Крипинга Для того Чтобы Если что Лечение Перебивать Например Вот Минус Поросенок Т3 Готов Ждем Арбы Странно Кстати Что Демон Хантер Решил Не Дожидаться Грейда И Не Взял Арбу А Вот Вернулся Окей Арба Просто Очень Хороший Дамаг Добавляет Желательно Конечно Разных Юнитов Атаковать Фокус Замахнулся На самую Жесткую Точку На Карте Окружил Командира Ограф И Приговорил Его Тут же Получил Классный Девайс Огненный Плащ Ну Как Классный Если Прорвешься Конечно К Эльфу То Классный Лучше Конечно Какой Нибудь Аурный Девайс Здесь Они Выпадают Андэдовскую Там На Мобильность На Реген Или Или Что То Еще Блейд Все-таки Решил Себе Плащик Примерить Постоянная Первая Эмаляция 10 Урона В секунду Да Таурен Просто Он Очень Очень Часто Во время Битвы Занимается Тем Что Ходит И Выбирает Под Каким Углом Чтобы Подальше От Димы Чтобы Монобер Не Закинули Как Правильнее Там Кинуть С Талонов Вейв То То Он Не Врывается В Кучу И Начинает Сжечь Да Ситуация Для Элеганта Аховая Бисмастеру Уже Плохо Уже Плохо ТП Передал Вообще Из такой Ситуации Крайне Сложно Выиграть Вообще Колоссальное Преимущество По героям 3-3 На 2-1 По уровню Ну хотя Эльв пытается Нахалявить Смотрите Строит Базу Справа Смелый Такой шаг На самом деле Рискованный Но Обычно В таких Ситуациях Как раз И Требуется Идти На риск Для того Чтобы увеличить Ну в случае Успеха Оп Кто добил Да Орг добил И Большой Инвул Еще Большой Инвул Хотелось бы Конечно Блейду Отдать Полезнее Все таки Для него Он больше Дамага Они кажется Меняются Да Правильно Большой Инвул Блейду А большому Таурену Маленький Инвульчик Достается Так Тут Пытается Какими-то Кусочками Покрепиться И неплохую Точку Забирается Сейчас Элегант Главное Чтоб Черепаха Все таки К нему Перешла И Фокус И фокус Тоже Ставит Эксп Найс Да Черепаха Не достанется Ему Да Орг Уже Здесь Фокус Рядышком Не позволит Он это Сделать Он не позволит Да Он сам Эту точку Может взять Тем более Что там Незарядный Девайс Выпадает Да и Экспа лишний Не бывает Почему бы и Нет Ловится Сокол Обычный Из-за него Экспы Практически Не дают К сожалению Персоналочка Третьего Игра Кое-как Купил Эльф Он ему Нужен Обязательно Но Вынужден Было Купить Персональный Телепорт Для того Чтобы Все таки Как-то Добраться До основной Армии Уже Начинает Крипить Все точки Которые Находятся Рядом С эльфом Чтоб Ему Меньше Досталось Зная Что Эльф Ну Не сможет Так Выйти Посражаться За все Это дело Свитков Нет Тоже Колоссальная Проблема Хорошо 50 лимита Здорово Но Что делать С Тауреном У которого 420 маны То есть Он кинет Пару вейвов Как минимум А может Кинуть и больше Тем более Что здесь Моноберн Вообще В первом Уровне По 50 А не по 100 Нычка Спалена Кстати Фокус Плохо Разведывает Он Пока не допускает Видимо Ну Не подумал Может быть О том Что эльф Может Так вот Нагло Себя Повести И в ситуации Когда все плохо Поставить Экс Свиток Зверя Неплохо Во время Битвы Может Серьезно Помочь Выдвигается Сейчас На Орковскую Базу Элегант Одновременно С этим Фокус Нанесет Удар По Мейну Я даже Не знаю Кому Лучше Потому что Вроде Как Инычку Нужно Убивать Но Тут Будут Гарантированные Потери Как минимум Пары Манвелов Вообще Можно было На мейн Прыгнуть Не Пошел ТП Ты же Не успеешь Тогда Убить Вот То есть Эльф Прибегал Зря Получается Очень Такой Скромный Целепорт Пониже Чтобы Там Не на голову Не агрессивный Короче говоря Войска Вступили В бой Эльф Жмется Ни одного Свитка Лечения Это Как Сражаться Это Сорком Такой Ситуации Как Сражаться 70 Лимита У фокуса Уже Бегает По карте Против 50 Мунвел Еще один У Элеганта Любопытное Место Для Мунвел Я Не знаю Зачем Он Здесь Нужен Может У него Виспов На мейне Просто Нет Он Взял Пострел Где Только А Да Он Перевел Виспов На Эксп Это Единственный Висп Ну Правда Есть еще Вот Такой Вот Но Он еще Ближе К базеркам Снова Телепорт Делает Элегант Возвращается К себе На мейн Тут Минус Ой Хороший Можно Вейв Сделать Самую Кучу Отлично Двойной Левелап Минус Талон Четвертый Таурен Четвертый Блэйдмастер Все Это горит Дело Можно Просто Вейвами Закидывать Сейчас Монобер На 50 Удар Свиндвока Вейв Отличный Как же Жмется Эльф У него Выхода Нет Со своей Базой Инвол На 15 Секунд Понеслась Вейв Сеточка Хорошо Бестмастер Начинает Нарезать Еще одна Сетка Продолжает Нарезать Беста У него Есть Бутылек Но даже Бутылек Не юзает Видимо Элегант Совсем Потерялся Он Конечно Ты во время Игры Ощущаешь Что Ну все Плохо Уже Все Плохо Вот И Может быть Эти мысли Мешают Да Дальше У нас Проблема С Демон Хантером Который умирает От Критана 159 И Гудгейм Пишет Элегант Фокус Его задавил Фокус Занимает Третье Место Два Корейца У нас Топ 2 Топ 3 Но Топ 1 Это Не надо сполерить Увидите Сами Посмотрите Обязательно Так Сейчас я узнаю Есть ли у нас Демки По По Старкрафту В матче За третье место Или Нету Мне для этого Оно